Вчера в первом городе Уральске официально зафиксирована самая медленная автоподстава в мире, точнее автоподстилка. Камеры видеонаблюдения, а также живые пешеходы стали свидетелями то ли тренировки, то ли неудачной попытки заработка за счет своего здоровья. Исполнителем был мужчина, у которого это здоровье пошатнулось когда-то, и теперь, эксплуатируя этот факт, он пытался свою инвалидность монетизировать, насколько ума и прочих ограниченных возможностей хватало. Местом работы, довольно пыльный, скажем прямо, он выбрал перекресток городской улицы Советской с проспектом космонавтов, то есть центр города, недалеко от набережной Шайтанского хранилища Нижней воды и инновационно-культурной шайбы. Камера наблюдения сняла одну из его попыток броситься под колеса. Но так как слово бросаться по очевидным причинам уже не в его лексиконе, он, дождавшись красного сигнала светофора, медленно, но неотвратимо ложился под колеса прямо на выпученных глазах шофера, который потом, как Шайтан от Ладана, от него ломанулся задним ходом и еще на всякий случай в соседний ряд. Один из очевидцев тоже это дело подснял и даже немного рассказал. Ну, как бы неадекватен, шел по проезжей части, вот, кидал справа в бадошку, а потом сам ложился под колеса. Он человек, ему надо внимание, как бы видно, что инвалид, ему надо денег заработать каким-то, может, способом, да, может, пославиться на весь Первоуральск. Ну, я еще, как бы, неоднократно звонил в полицию, как бы, 112, вот, чтобы его, как бы, с дороги только брали, потому что, как бы, проезжая часть, шибут, еще что-нибудь, так же забьют его, вот, как бы, я звонил им, так и не дозвонился, и все, у меня потом, значит, телефон садится, я пошел к дому. Первоуральские полицейские, тем не менее, информацию о стелящемся под колеса инвалиде получили, и сейчас, говорят, изучают, как то, так и другое.